Черепаевские дворы оказались в снежном плену. Жители дома на Менталлургов 45 решили проблему, взяв в руки лопаты. Потеряв надежду на управляющую компанию, они собственными силами учащают снег и наледь с дворовой территории. А местные автовладельцы следят за чистотой своих парковочных мест. Убранный двор и помощь дворнику Татьяне – главные мотивы жителей регулярно выходить с лопатами. Любой житель нашего дома может взять лопатку, почистить своё место. При желании у нас утром и днём, когда снега падает, всегда все выходят и чистят. Мы никого не заставляем, но просто на примере своём люди поддерживают. И у нас всегда такая, в любое время к нам приезжать, у нас всегда чистота и порядок. Лидия Гришина – тот дворник, которому, к сожалению, не спешат помогать. Мы её застали за работу во дворе дома на Ленина 113. Раньше ей на помощь приходил хотя бы муж, но после его смерти женщине приходится справляться с работой в одиночку. Ежедневно она занимается уборкой с 6 утра и до позднего вечера, пока не выполнит всю работу. Поэтому недоумевает, когда слышит, как кто-то винит дворника в проблеме заваленных дворов. Дворники работают через силу. Очень тяжёлая работа, во-первых. Во-вторых, зарплата очень мизерная. Мизерная зарплата. Таких зарплат, наверное, нигде нет. Работаем. Приходится брать несколько домов, чтобы хоть какую-то зарплату сделать, заработать какую-то зарплату. Я, например, если я возьму один дом, 3-4 тысячи буду получать. На 4 тысячи попробуй, проживи. В мэрии уверены, все вопросы нужно адресовать управляющей компании. Именно коммунальщики организуют содержание при домовой территории. Если дворник не справляется, должны прислать второго или трактор. Если обращение не дало результатов, нужно предоставить фотографии неочищенного двора в Управлении по развитию городских территорий. Или же обратиться к главе своей управы. Наши жители справляются при подключении главправ. То есть можно обратиться в свою управу. Место её расположения максимально приближено в каждом районе, так, чтобы можно было туда удобно обратиться. На нашем официальном городском сайте Черинфо, набрав просто в поисковой строке городского права, можно увидеть сервис, как найти свою управу, набрав номер дома и улицу. В ближайшую неделю в городе продолжит идти снег. Поэтому погодные испытания для коммунальщиков, дворников и всех череповчан не закончатся. Очевидно, одни воспользуются законом и потребуют расчистить двор, а другие, возможно, сами возьмут лопату в руки. Рафик Исаев, Давид Прокопьев, Анатолий Холин, Сергей Павлов. Новости. Рафик Исаев, Давид Прокопьев.